Здравствуйте! С вами Юрий Зайцев. В эфире программа «Передача». Сегодня предлагаю отвлечься от транспорных слухов и поговорить даже не о Дзюбе. Ну, практически не о нём. Предлагаю вспомнить известных российских иностранных, нападающих и грабших в РФПЛ, и которые пережили ссылки в другие клубы. Уж простите, но сначала всё-таки о Дзюбе. Аренда в «Арсенал» для него далеко не первая. Будучи ещё подающим одежды талантом, Дзюба помотался в аренды четыре раза, но в две команды. Одна из аренд в Ростов, к Медрагу Божевичу, но слуху. Тогда Дзюба провёл очень результативный сезон. Ну, вторая аренда в этот же клуб, уже Курбана Верды, его такой успешной не была. Двенадцать матчей, с учётом стыков с Тосна, и всего один забитый мяч. Ну, а ранее Дзюба дважды ссылался в Сибирь. В составе «Тони», тогда ещё молодой нападающий, сыграл очень-очень неплохо. Первая аренда – десять матчей и три мяча. Вторая – двадцать четыре матча и десять мячей. Плюс гол в Кубке России. Смог выбраться из низов на самый высокий уровень, в принципе, пока держится на нём. Ещё один человек, которого «Спартак» помотал по арендам, и который к «Спартаку» относится не очень хорошо – Павел Погребняк. Перед тем, как попасть в «Зенит» транзитом через Томску, нападающего были попытки что-то доказать тренеру «Спартака» в Балтике, Химках и Шиннике. Во всех трёх случаях более-менее неплохо. После «Шинника» состоялся трансфер в Том, где Погребняк забил 13 мячей. «Зенит», победа в Лиге Европы и Суперкубке. «Штутгарт», «Фулхэм», «Рейдинг». Аренда явно пошли на пользу как Погребняку, так и командам, в которых он играл. Фёдор Смолов, лучший российский нападающий здесь и сейчас, также пережил немало аренд. Сначала Смолов уехал покорять Голландию, но в составе «Фейнорда» получилось немного чаще. Нападающий выходил на замену, забил один гол за 13 матчей в чемпионате и кубке, и под конец аренды вообще перестал попадать в заявку. Следом была аренда в «Анжи» в Махачкале. Смолов сыграл в два раза больше матчей, чем в Роттердаме, но количество голов не изменилось. Зато болельщики голландской команды «Витес» могут говорить со злостью «Этот русский». Единственный гол в составе «Фейнорда» Смолов забил именно «Витесу» в квалификации Лиги Европы. «Анжи» досталась и этой команды, и Смолов снова им забил. Удивительно. Во время следующей ссылки «Ванжи», нападающий в Лиге Европы, не забивал, зато забил два мяча в премьер-лиге. Ну а следом был «Урал», после которого о Смолове перестали говорить с насмешками. В Екатеринбурге нападающий забил восемь мячей в премьер-лиге, после чего и оказался в Краснодаре, где вышел абсолютно на новый уровень. Дмитрий Сычев – форвард, который, в отличие от «Зюбы» и «Погребняка», сам обидел «Спартак». Но периоды его аренды связаны с «Локомотивом», где он оказался после не самого удачного французского «Вояжа». В «Локомотивом» Сычев поначалу блистал без преувеличения. Он порой творил на поле чудеса, но постепенно результативность стала падать, и в конечном итоге она почти была равна нулю. Первая попытка реанимировать карьеру – «Динамо» из Минска. Там Сычев блеснул лишь в одном матче в квалификации Лиги Европы против литовского клуба с не самым простым названием «Круоя». Это был дубль в матче, завершившемся со счетом 5-0. У Нижегородской «Волги» соперники были посерьезнее, как не так премьер-лига. Исход – 16 матчей и ноль забитых мячей. В последних 11 турах лишь раз вышел на замену, часто оставался даже вне заявки. Не блистал Сычев даже в Казахстане. Пауза в карьере, по слухам, контакты с клубами из Вьетнама, Малайзии, Ирана, Индонезии, Индии, Австралии. И в итоге оказался в Казанке. Почему так печально заканчивается карьера некогда самого талантливого российского игрока? Может быть, за «Спартак»? Может быть, не стоило тогда в начале карьеры рваться в Европу? Александр Киржаков. В его карьере была всего одна аренда уже на закате карьеры и не в российский клуб. Более-менее неплохо Киржаков провел сезон в швейцарском Цюрихе. С учетом Кубка – 19 матчей и 7 мячей. Затем был еще один неудачный сезон в «Зените» и завершение карьеры, за которую Киржакову точно не стыдно. Один из лучших нападающих России легенда питерского футбола. Роман Адамов. Всем и помним его легендарный пас на Гуса Хиденко. На Евро гордятся тем, что играли с бывшим форвардом сборной России и игроки Таганрогской птицефабрики. Шутки шутками, но Адамов становился лучшим бомбардиром чемпионата. После успеха в составе футбольного клуба «Москва» перешел в Рубин. И там карьера не заладилась. Была короткая ссылка в крылья советов и длительная аренда на родину в Ростов. Весьма удачно. Контракт форварда был выкуплен, но под руководством Медрака Божевича Адамов сыграл лишь шесть матчей. Без голов. Контракт был разорван по обоюдному согласию. После попытки заиграть в Чехии и в Сибири, выигранный трофей с Таганрогской птицефабрикой, Кубок газеты «Молот» и бронзовый призер чемпионата Европы закончил карьеру. Сейчас он работает тренером в структуре Ростова. Александр Бухаров еще один знаковый для Ростова игрок. В клуб он перешел аккурат после единственной ссылки в своей карьере – в Анжи. Тогда Бухаров играл за «Зенит». В Питере надеялись, что он сможет заменить уехавшего в Штутгарт Павла Погребника. Не вышло. Последние полтора сезона в «Зените» нападающий на поле почти не выходил, соответственно и не забивал. Ну, скорее наоборот. Не выходил, потому что не забивал. Был отправлен в аренду в Анжи. Тогда команда, к слову, играла в Лиге Европы. Сейчас, если кто забыл, Бухаров в Ростове не так много забивает, но весьма полезен. Далее об иностранцах. Вагнер Лав. Бразилец порой настолько скучал по родине, что ЦСКА пришлось аж дважды отправлять его в аренду. Сначала в Палмирес, затем во Фламенго. Помогло ли? Вернувшись в ЦСКА, чего-то волшебного Вагнер не показал, но забивал более-менее исправно. Бразильцы, их отъезды домой – это, конечно, вообще отдельная история. После поиграл в Турции, Китай, Франции. Сейчас снова играет в Турции без шекташи. И забивает. Безусловно, один из лучших легионеров в истории РФПЛ. Если не лучший. Велитон тоже дважды выбирался на родину из Спартака. Оба раза совсем неудачно. Ни в Грэмли, ни в Сан-Паулу у Велитона не вышло. Дело в том, как Велитон стал относиться к футболу, плюс его постоянно преследовали травмы. Иногда одно и другое складывалось, и у бразильца начинала болеть его знаменитая, благодаря болельщикам, пятка. А ведь ходили слухи, что Велитон интересен Ливерпулю, Фиорентине, Боруссии и лондонскому Арсеналу. Аренда из Спартака в Испанскую Сильту не принесла ничего хорошего никому. Был продан в Турцию. Сейчас играет в Объединенных Арабских Эмиратах со всеми Ливерпуль и Боруссия. Еще один некогда лучший бомбардир РФПЛ Юрамов Сессян. Спартак потерял на его трансфере примерно 4,5 миллиона. Настолько дешевле он был продан в Реал Солт-Лейк, чем ранее был куплен у Краснодара. В Штатах игрок сборной Армении начинал свою карьеру из Солт-Лейка и попал в Россию. Туда его отправил в аренду и Спартак, причем в аренду с правом выкупа. Понравилось и самому Сессяну, и Солт-Лейку. Контракт был подписан. Сергей Корнеленко, белорусский нападающий, отлично поиграл на родине, затем на Украине за Днепр. После был переход в Том, где Корнеленко также неплохо себя проявил. Последовал трансфер в Зенит, но в составе питерцев у белоруса не вышло. Он более чем удачно вернулся в Томск. 15 матчей, 11 мячей. Но в Зените после возвращения закрепиться в основе так и не смог. Аренда в Рубин и английский Блэйт Пол. Сто небольшую компенсацию форварда отпустили в крылье Совета, где Корнеленко по-прежнему играет. Письма неплохо, пока, правда, в ФНЛ. Лука Джорджи, ведь человек аренда, придя в Зенит в совсем юном возрасте, не смог закрепиться в основе. И поездил по всей Европе в поисках своего клуба. Были Твенте, Самдория, Понферадина, но по-настоящему забивать начал в России, конкретно в Туле. В Голландии без успеха даже на молодежном уровне. В Италии сыграл против Интера в Кубке, но забивал только за молодежку. В Испании на уровне Сегунде также не блистал. Безусловно, самая удачная аренда в карьере в плане результата в Туле. Как сложится карьера Дзюбы в Туле, узнаем весной. В арсенале у нападающего есть все шансы перезапустить забуксовавшую карьеру. Шанс что-то доказать Манчине, Черчесову, самому себе. Начинать можно уже завтра в контрольном матче с торпедо «Велас». А у меня на сегодня все. Всем удачи. До следующей передачи. Субтитры сделал DimaTorzok